Парламентарии Ненецкого округа подготовили два обращения в правительство Российской Федерации. Они касаются северного стажа индивидуальных предпринимателей и мест традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Аппаратом администрации НАУ объявлен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы, ведущей и главной групп. Речь идет о конкурсе на должности в региональном проектном офисе. Отдал талон, получил воду. С 1 февраля подвоз воды к неблагоустроенным домам будет осуществляться по талонам. Приобрести их можно в ПОК-ИТС. С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Парламент Ненецкого округа подготовил два обращения в правительство Российской Федерации. Они касаются северного стажа индивидуальных предпринимателей и мест традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В эти места предлагается внести на Ринмар и искателей. Сейчас к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности отнесена вся территория Ненецкого округа. За исключением на Ринмара и поселка искателей. Этот перечень утверждается правительством России. Если рассматривать практику других регионов, то такие города, как Салихард, Анадырь, они включены в территорию проживания коренных и малочисленных народов. Город Пахута является территорией проживания коренных и малочисленных народов, Уссельомский район. И мы считаем, что в этой связи мы должны вернуть, так скажем, историческую справедливость и выйти с инициативой об изменении постановления правительства для того, чтобы на Ринмаре поселок искателей также вышли в территорию проживания коренных и малочисленных народов в Северном. При этом в Наринмаре и искателей проживает почти треть всех ненцев региона, а это около двух тысяч человек. В связи с этим и предлагается внести населенные пункты в данный перечень. Было, наверное, в 20 веке, а сейчас мы живем в 21 веке, и население коренных и малочисленных народов Севера увеличивается и в поселке искателей, и в городе Наринмар. Что касается второго обращения, то в нем предлагается начислять северный стаж работы индивидуальным предпринимателям и самозанятым лицам в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам. На данный момент эта категория граждан лишена такой возможности. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ниньском округе Герман Сопочкин считает такое положение дел ущемляющим их права. Мы полагаем, что решение обозначенной проблем возможно будет установление на законодательном уровне, либо принятие подзаконных актов и указания из норм, предусматривающие право предпринимателей в случае последующего устройства на работу в районах Крайнего Севера получить процентную отбавку в заработном плате при условии регистрации и осуществления предпринимательской деятельности с отчислением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование территории районов Крайнего Севера. Депутаты предложили Герману Сопочкину попробовать объединиться по этому вопросу с уполномоченными по правам предпринимателей из других северных регионов. Проекты обращений в правительство подлежат общественному обсуждению. Они размещены на сайте собрания депутатов НАУ. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сотрудники прокуратуры подвели итоги работы за 2018 год. В коллегии также приняли участие представители власти, руководители регионального управления МВД России и уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей в Ненецком округе. О положительных результатах и проблемных моментах в работе специалистов ведомства расскажет Иван Кутейников. Всего за прошлый год прокуратурой Ненецкого округа выявлено свыше 3000 нарушений законодательства. Большая часть из них в социальной и экономической сфере. По результатам проверок порядка 400 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В суды направлено около 300 исковых заявлений на общую сумму более 13 миллионов рублей. Кроме того, в 2018-м значительное внимание прокуратуры уделялось вопросам контроля природных территорий. Всего в этой сфере выявлено 341 нарушения закона. Благодаря принятым прокуратурой мерам органы государственной власти в прошлом году выполнены работы по очистке от накопленного вреда остров Калгуев. Недропользователями планируется завершить рекордивацию месторождений на острове. Поисковым заявлением прокурора проведена работа по установлению и описанию границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Семьи озер, расположенных на территории города Нарьанмара и поселка Искателей. Порными властями и местом в самом управлении ликвидировано более 14 несанкционированных мест размещения отходов. Сотрудники ведомства отмечают, что по итогам прошлого года в регионе зафиксирован общий рост преступности на 10%. Тем не менее, произошло снижение количества особо тяжких преступлений на треть. Благодаря регулярной профилактической и разъяснительной работе, проводимость с населением снизилась и число мошенничеств, в особенности телефонных. Но значительно возросло количество краж, грабежей и вымогательств. Особо пугающей выглядит статистика преступлений с участием подростков. В совершении краж и грабежей вовлекается несовершеннолетняя. А число совершенных ими таких преступлений увеличилось почти втрое. Однако наибольшее опасение вызывает общая картина преступных несовершеннолетних. В прошедшем году учтенных преступлений, совершенных подростками, возросло практически вдвое – 27 до 51. А количество административных дел, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних, увеличилось более чем на 30%. Во время коллегии слово взял депутат Государственной Думы от Ниньцкого округа Сергей Коткин. Он подробно остановился на проблеме коррупции. По его мнению, на сегодняшний день это один из самых важных вопросов для безопасности страны. Для его решения Государственной Думой регулярно вносится изменение в федеральное законодательство. По силовому блоку такие законы принимаются, в том числе по прокуратуре. Мы существенно дали дополнительные полномочия органам прокуратуры по социальной поддержке, материальной поддержке. Сейчас по заработной плате идет подробное обсуждение в лице своего депутата от вашего округа. Я думаю, что в этом плане найдете, безусловно, поддержку. Но и внесли в первом чтении в прошлом месяце, мы ужесточили требования к прохождению службы сотрудников прокуратуры. Тот перечень, основания, по которому они могут увольны, тоже будет расширен. Прокурор Ниньцкого округа Николай Егоров отметил, что действительно большинство преступлений в регионе связаны с экономической направленностью. Но большая часть из них не имели резонансного характера, а суммы ущерба в целом незначительные. У нас есть эти проблемные вопросы, связанные с использованием бюджетных средств на строительство. И мы все знаем эту ситуацию сейчас с важными государственными контрактами для любого участия округа в строительстве социального жилья. На что тоже надо обратить внимание. В ходе коллегии сотрудники ведомства отметили необходимость усиления контроля за медицинскими учреждениями. Ведь в 2019-й объявлен в Ниньцком округе годом здоровья. Важно следить за эффективностью государственных программ, а также законностью расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения. Результатом такой работы должно стать повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению региона. Иван Кутеников, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Окружные парламентарии на постоянной комиссии по делам коренных малочисленных народов рассмотрели поправки в окружной закон об образовании. Изменения касаются перевозки детей оленеводов к месту обучения и обратно. Планируется, что с этого года после принятия поправок сопровождать детей смогут как родители, так и другие родственники. При разработке поправок в окружной закон об образовании предполагалось, что сопровождать детей к месту учебы и обратно могут только родители, чьи дети обучаются в начальной школе. После обсуждения нормы были расширены. В эту категорию внесли также школьников основного общего образования и студентов. Также еще после обсуждения введена норма по вывозу детей и студентов, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального высшего образования. Родители которых, либо близкие родственники, ведут кочевой и полкочевой образ жизни, связанный с оленеводством или рыбоостом. Имеют право на вывоз из этих мест введение указанными лицами кочевого и полкочевого образа жизни до ближайшего населенного пункта по маршруту перевозки. В данной формулировке закона правом проезда могут пользоваться как студенты-очники, так и заочники. Департамент образования предложил для обсуждения депутатам исключить из этой категории заочников. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комиссии. В Ненецком округе объявлен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы, ведущей главной группы в проектный офис. Конкурс объявлен аппаратом администрации НАУ 21 января текущего года. Прием документов продлится до 11 февраля. Как отмечают в профильном подразделении органов власти, конкурс состоится ориентировочно 1 марта этого года. Проектный офис в Ненецком округе призван курировать работу региона по направлениям, обозначенным президентом в 12 национальных проектах. Они были утверждены правительством в декабре прошлого года и включают в себя 67 федеральных проектов. Таким образом, в каждом субъекте Российской Федерации с 2019 года будут реализовываться региональные составляющие федеральных и национальных проектов. Нужны новые подходы, нужны новые люди, которые будут готовы всю эту историю действительно деятельно толкать вперед и обеспечивать, выполнять действительно амбициозные задачи, которые поставлены. Поэтому конкурс открыт и все в нем могут принять участие. Мы действительно заинтересованы в тех людях, которые готовы работать за гранью, может быть, даже где-то там и рабочего времени, то есть, что называется, 24 на 7. От нас этого требует время. Губернатор, я ему благодарен за это доверие, поручил мне возглавить этот проектный офис. Соответственно, добро пожаловать в команду, все те, кто хочет быть полезным для округа, для страны в целом. Созданный в регионе проектный офис будет курировать работу по исполнению федеральной части региональных проектов. Перед сотрудниками новой структуры откроются большие перспективы, в том числе карьерного роста. По исполнению региональных проектов в субъекте будет делаться контроль, будет делаться срез и оценка деятельности субъекта в целом и губернатора субъекта. Поэтому такая задача сверхответственная, без шанса на ошибку. Срок подачи документов до 11 февраля этого года. Пока заявку на участие в конкурсе оставили три соискателя. Ориентировочно 1 марта пройдет очный этап отборочного тура. Мы в первый раз, наверное, проводим конкурс именно в структуру, которая создается с нуля. То есть, которая никогда не была в Нинецком округе. И надеемся тоже, что сможем действительно отобрать тех людей, которые потом в дальнейшем будут реализовывать все те задачи, которые сейчас стоят перед Нинецким округом. Специфика работы на проекте и определяет требования к кандидатам. Согласно должностным инструкциям, специалисты проектного офиса будут сопровождать проекты на всех его этапах. Консультировать команду проекта, контролировать качество планирования проектной деятельности. Участвовать в переговорах с инвесторами, связанными с инициированиями проектов и другое. Не стоит забывать, конечно, что это все-таки должности государственной гражданской службы. В настоящее время у нас очень много телефонных звонков к нам в отдел поступает. И люди даже спрашивают, можно ли работать по совместительству. А если у меня нет диплома, но я очень хочу работать. Так вот, конечно, мы еще раз всех просим очень внимательно посмотреть. Да, это должности госслужбы. Обязательно наличие высшего образования. И для руководителей обязательно небольшой, но все-таки стаж работы по специальности. Планируется, что региональный проектный офис начнет свою работу 1 апреля 2019 года. Курировать его работу будет заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Иван Болтенков, реализующий функцию руководителя регионального проектного офиса. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Вода по талонам. С 1 февраля жители многоквартирных домов, в которых нет центрального холодного водоснабжения, будут расплачиваться за подвоз питьевой воды талонами, которые, в свою очередь, будут приобретать по КТС. Кроме того, с предприятием необходимо будет заключить договор на оказание услуги. Как нам пояснила директор по КТС Наталья Бетхер, подвоз питьевой воды к неблагоустроенным домам был платным и раньше. Жители оплачивали данную услугу по квитанциям управляющей компании. Но с этого года подвоз воды перестал быть коммунальной услугой. Город своим постановлением обязал по КТС, на Ренмарской по КТС, обеспечить население водой. Но иного способа мы не нашли, как таким образом это все сделать. Собственно, население, то, которое пользуется услугой по подвозу воды, они раньше это все оплачивали по квитанции, теперь они покупают талоны, подъезжает та же машина, ничего не изменилось, та же машина, тот же водитель отпускает воду, но только в том случае, когда будет предоставлен талончик. Чтобы продолжить пользоваться подвозимой питьевой водой, собственнику или квартиросъемщику необходимо подойти с паспортом в ПКТС и заключить договор на оказание данной услуги. Там же можно приобрести талоны согласно необходимому объему воды. Добавлю, что их можно покупать впрок. Срок действия квитанции закончится 30 июня 2019 года. Затем будут выпущены новые талоны. Талоны продаются у нас здесь в бухгалтерии. Один талон предусмотрен на 5 литров воды. Но по какой-то стойке у нас тарифы регулируемые. Это нам комитет цен установил такой тариф на подвоз воды. По такому тарифу мы и продаем. Ну вот передо мной талончик лежит. Талончик на 5 литров. Он значит на сумму 4 рубля 76 копеек. Значит, в принципе, не много. На 5 литров. Ну, мы не имеем права продавать по другой цене воду. Этот тариф нам установил комитет цен. По словам Натали Бетхер, себестоимость воды гораздо выше, поэтому недополучные доходы по ПКТС будут компенсироваться из окружного бюджета в качестве субсидии. В случае отсутствия договора на оказание услуги с 1 февраля подвоз воды будет прекращен. Добавлю, что на территории Наринмара располагаются 24 дома без центрального холодного водоснабжения, которые пользуются услугами подвоза холодной воды. Адрес ПКТС и время работы кассы, где можно приобрести талоны на воду, вы видите на своих экранах. Талоны продаются по будням с 8 утра до 17 часов, с перерывом на обед с 12 до 13 часов. ПКТС находится по адресу Рабочая, 18А. Теплый, экологичный и быстровозводимый. Именно такими характеристиками обладает так называемый дом-термос. Подобные строения начали возводить в поселке Бугрино, что на острове Колгуев, Баренцево море. Технология, конечно, не новая, но зато проверенная временем и условиями Крайнего Севера. Прямо сейчас расскажем подробнее. Новые постройки в поселке Бугрино – большая редкость. Отдаленность Колгуева от материка и суровые климатические условия прибрежной территории – одна из причин, по которой вести строительство слишком сложно. Сегодня в Бугрино ветхим и аварийным признано 86% жилья. Впрочем, решение этой проблемы найдено. В поселке начали возводить дома с применением современных материалов. Технология каркасного строительства на СИП-панелях, кстати, именно так они выглядят, позволяет возводить объекты в очень короткие сроки. Например, этот двухквартирный дом был построен всего лишь за три месяца. На сегодняшний день здесь осталось провести работы по внутренней отделке. Дом-термос. Именно так подобные строения прозвали в народе. Каркас здания деревянный, а в качестве прослойки и утеплителя используется пенопласт, что и делает дом очень тёплым. Пенопласт, грубо говоря, это как 80 сантиметров кирпича. То есть данный дом, когда будет запущено отопление, будет очень тёплым. То есть батареи будут работать, и котёл будет работать на минимальном режиме. Ещё одно преимущество пенопласта в том, что он не подвержен воздействию влаги. А это особенно важно при морском климате, постоянных минусовых температурах и большом количестве осадков. Одним словом, такие постройки идеальны для Арктики. Они хорошо зарекомендовали себя на территории Крайнего Севера по всей России. Это и Ямало-Ненецкий, и Ханты-Мансийский округа. К тому же такие дома довольно экологичны. Вентилируемые подполья для сохранения вечной мерзлоты, которая есть в этом населённом пункте. Поэтому домики не должны влиять на оттаивание грунта и построены с соблюдением требований при строительстве именно в таких вечном мерзлых грунтах. Первые двух- и четырёхквартирные дома застройщик планирует сдать уже весной этого года. На очереди ещё два строения. Их начнут возводить, как только будут выделены участки для строительства. Алина Волчейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Посёлок Бугрино, Ненецкий округ. Акция по сбору макулатуры объявлена в Наринмаре. С 4 по 15 февраля сотрудники некоммерческого фонда экоразвития будут принимать ненужный бумажный хлам от жителей региона. Все средства, полученные от утилизации вторсырья, пойдут на нужды больных раком. Акция по сбору макулатуры проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Здоровое будущее». Даты проведения мероприятия выбраны не случайно. 4 февраля отмечается День борьбы с раком. А 14 февраля – День помощи детям больным раком. Участие в сборе макулатуры могут принять все желающие. На сегодняшний день у нас в округе 807 больных онкологическими заболеваниями. В том числе у нас 12 детей до 17 лет больным раком. То есть эти денежные средства, которые будут у нас аккумулированы, собраны, мы направляем в Красный Крест, а там уже комиссия будет распределять уже нуждающимся день лечения. Мы можем принимать заявки, то есть в течение этого времени примем заявки и потом просто запустим транспортное средство, проедем, заберем. А также у нас могут жители лично приехать на склад и сдать там макулатуру. Также по этому же телефону 8 911 551 39 89 позвоните и все, мы договоримся. В любое время можно будет подъехать и сдать макулатуру. Подать заявку на участие в акции можно по телефону, который вы видите на экране. 8 911 551 39 89 или написать на страницу ВКонтакте Экофонд 83. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.